Друзья, всем привет! С вами Полит и Вентурисы. Кармен накануне своего, надеюсь, последнего рабочего дня, а пока найдет оплатить счета и рассчитаться с мафией, для того, чтобы ее зарплата сегодня не отошла план грабам. Они и так обогащаются на 46 тысяч симолеонов. Пруденция! Вентурисы заламывают руки и ждут, когда ты, наконец, разберешься с сестрами Шепарда. К сожалению, даже сейчас, даже через Нилду и Шепарда, на них невозможно оказать влияние. Я вам хотела показать семейное дерево ланграбов. Вот две сестры ланграб, Ева Лотарио и Фалерий ланграб. Это две ключевые фигуры мафии в нынешнее время. В семье ланграб царит еще больше матриархат, чем среди вентурисов, поэтому женщины ланграб ни во что не ставят Шепарда. Ну и он, надо сказать, не интересуется делами мафии. Сейчас крестная мать в городе Лири-Ланграб. Но такие прочные позиции она занимает благодаря своей сестре Еве Лотарио. Потому что, посмотрите, Ева Лотарио – двойной алмазный агент. Все эти сведения раскопала Нилда, и пока даже она не может подступиться и подкопаться к Еве. Потому что Ева имеет огромное влияние в глаз болте и определяет силу нынешней мафии. Но все же будем надеяться, что папины дочки Нилда и Пруди совместными усилиями свергнут эту мафиозную женскую братью. И Кармен опять ждет двоюродная племянница Долида. В прошлую смену Кармен определила, что у девочки раздутая голова, то есть мигрень. А это, к сожалению, то заболевание, которое невозможно вылечить раз и навсегда. Поэтому приступы будут периодически случаться. Происходит это из-за защемления троничного нерва. Поэтому бедная девочка так часто попадает в больницу, так как лечение только симптоматическое. Малышка, увы, ничего нового, все тот же приступ мигрени, но я сейчас тебе помогу. Сделаю тебе волшебный укол. Пока Кармен осматривала Шона Фирса, поступил срочный вызов на дом. Поэтому она прервала свой осмотр и рванула в открытый только для врачей скорой помощи Стрейнджервиль. Кармен пригласили к трём молодым людям, которые пренебрегли запретом и тайным образом пересекли границу Стрейнджервиля, но тут же подверглись некому психическому воздействию. Неизвестно, что это было. То ли наказание со стороны военных за нарушение запрета, то ли странная аура самого города. Но Кармен не было нужды вникать в подробности, ей нужно было привести в порядок этих заболевших молодых людей. За одной из них, за Исиде Манч, пришлось гоняться по всему городу, потому что она испытывала неконтролируемую двигательную активность и никак не могла унять трясущиеся ноги и руки. Друзья, хотите верьте, хотите нет, я первый раз в Стрейнджервилле и, судя по автомобилям, город явно на осадном положении. По улицам разгуливают врачи, потому что жители очень-очень больны. Кармен не хотела здесь задерживаться ни минуты лишней. Сегодняшний день был самым важным в карьере Кармен и одним из важнейших для всего Глазболта. Сегодня Кармен ждала результатов испытания изобретенного ей лекарства Карменола. Испытание проходило не в Глазболте, потому что просто в Глазболте не было тех научных мощностей, а испытание проходило в мире архилеп, в здоровом мире, где были передовые научные технологии, великолепная научная лаборатория. Это был тот мир, где родилась мама Кармен, основательница династии Вентурис Глория. Кармен знала, что сегодня из архилепа в Глазболт приходит судно, и там должен был быть конверт с результатами ее исследования. И как бы ни была самоуверена Кармен, она очень волновалась. Поэтому, когда она услышала голос, кто здесь Кармен Вентурис? Мне нужен доктор Кармен Вентурис, у меня для нее заказное письмо из архилепа. Сердце девушки сначала подпрыгнуло, а потом упало в пятки. А в это время Герда у нас возвращается с работы, возвращается без повышения. Вы посмотрите, насколько плохо и медленно двигается шкала. Вот она совсем малипусечки продвинулась. Я думаю, это дело в том, что это карьера, которая требует выполнять работу из дома. Друзья, вы посмотрите, что здесь происходит у Кармен. У нее же уже стояла эта галочка. Она вылечила последнего пятого пациента. Почему откатилась эта шкала? Из-за того, что у нее дважды были неудачи со взятием мазка? Вот будет новость, если ее не повысят. Кармен, сейчас вся твоя карьера зависит от правильности поставленного диагноза Фиджи Флекс. И нам предлагают два диагноза на выбор. Кармен уверена, что это зуд пломбоба. Я так хочу, чтобы это был последний твой пациент. Но Кармен предстоит еще сделать сложнейшую операцию, чтобы вылечить Фиджи. Для этого нужно, чтобы Кармен не дрогнула рука, чтобы не подвела техника. К счастью, гениальный хирург справляется прекрасно. И появляется желанная галочка. Только после этого Кармен рискует открыть конверт и видит там спасение для стариков глаз болта. Да, это патент на препарат Карменол. Средство, предотвращающее разрушение нейронов у пожилых симов. Поздравляю, Кармен Вентурис. Ты настоящий герой и я тобой горжусь. Потому что в такой короткий срок еще никто из моих симов никогда не закрывал эту очень сложную профессию. Я посмотрела, Кармен до взрослого возраста целых 7 дней. За выдающиеся заслуги Кармен предложили стать главой администрации. Но Кармен всю жизнь проработала действующим лечащим врачом, практикующим хирургом. И администрирование, управление клиникой ей были неинтересны. К тому же ее амбиции сейчас лежали совсем в другом месте. А именно, она, как и обещала, и дочери, и себе хотела приложить все усилия, чтобы сделать из девочки гениального ученого. Да, тут, к сожалению, нашего ребенка не помыли в луже, пока мама была на работе. А теперь без активной карьеры этого уже никогда не случится. И она будет только пачкаться. Но, к счастью, день рождения Милу обещают уже завтра. Но это значит, что он будет только в среду. И только в среду, а значит, в четверг будет день рождения у Хельги. Поэтому Кармен отказалась от управления и ушла из клиники. Однако, благодарные пациенты, она очень многих людей вылечила, очень многим помогла. В ее честь выложили мозаикой портрет Кармен на стене клиники. Тут моя семейная парочка так активно использует перенаселение в доме для удовлетворения своих нужд, веселья, что бедный младенец, бедная Хельга орет. А матери не до того, чтобы подойти, покормить ее, наконец, да и пеленки поменять тоже бы неплохо. Посмотрите, какое чудо Ами, муж, пришел поздравить жену с таким великим открытием, с открытием полезнейшего лекарства Карменола и спасением всех стариков Глазболта. И Ами еще, кстати, не познакомился с Милу. Может быть, сейчас это произойдет. Да, давайте же прочитаем, какие ограничения сняла Кармен по правилам. Жилые симы, не имеющие полностью прокачанного фитнеса, не могут посещать работу и становятся неуправляемыми. Нельзя заводить животных и общаться с ними. И нельзя пользоваться лекарствами. Нельзя пользоваться божественной короной. Да, то есть теперь мы можем общаться с животными, даже заводить их. Но куда нам к такому количеству симов еще и животных. И теперь мы можем пользоваться лекарствами, но, к сожалению, все еще не можем их покупать, потому что купить их можно только через компьютер, который нам недоступен. Ами, дорогой, какой ты молодец, что ты пришел. Ну, как же я мог не прийти, ведь я услышал, что ты просто стала легендой. Теперь даже мне не страшна старость. Дорогой, пойдем скорее к дочери. Она все время спрашивает про папу. Посмотри, какой у тебя чудесный ребенок. Ну-ка, малышка, расскажи папе анекдот из серии «Кто там?». Ух ты, ты можешь про динозавров говорить. Ну да, девочка у нас любознательная. С кем не побороться, как не с папой? Да прекратите мне названивать по правительственной связи. Я же сказала нет, нет и нет. Я не хочу управлять больницей. У меня сейчас другие интересы. И прямо на глазах у ошалевших сестер и мужа Кармен отказывается от управления клиникой. Герта очень расстроилась по этому поводу. И Кармен пытается ей объяснить. Ну пойми, мне сейчас дочь важнее. Слушай, Кармен, у тебя так все после работы хорошо с досугом, что даже можно не выхукаться с мужем. Ну, хотя, конечно, грех не воспользоваться его присутствием. Правда, на внимание Ами очень претендует. Милу дорвалась. Смотрите, они друзья. Да, один мужчина и две любимых женщины. Папочка, я так тебя люблю. Я так рада, что ты пришел. Похоже, динозавры – это любимая тема. Я, кстати, в детстве тоже больше всего любила тему про динозавров. Утро вторника. Сегодня только Герда. Наш политик идет на работу. И знаете, я о чем подумала, что теперь без активной карьеры понадобится еще больше еды. Потому что все-таки, когда Кармен была на работе, часто рандомно кого-то из симов кормили. А теперь все это будет в реальном времени. Я не знаю, как я 8 симов прокормлю. Пятый уровень воспитания. Отлично. К тому же, младенец Хельга теперь будет все это время без матери, пока Герда будет на работе. И она будет страдать от голода. Поэтому мама сейчас ее покормит всем перед самым выходом на работу. Как всегда, все самые важные разговоры у винтуристов проходят за жаркой рыбой. Слушай, пруденсия, говорит Нинда, я тут в архивах накопала интереснейшие факты. В архивах и благодаря рассказам Шепарда. Дело в том, что получается не состыковка с родством, судя по датам регистрации рождения сестер Шепарда. Да, обе его сестры – неполнородные его сестры. Да ладно, восплицает пруди. Слушай, а эта старуха Флери так всегда кичится, что в ней течет кровь Ланграб. Она говорит об этом даже больше, чем нужно. Это подозрительно. Да, представь себе, судя по секретным архивам, во Флери крови Ланграбов столько же, сколько во мне и в тебе. Но я, к сожалению, не могу использовать эти архивы как доказательство. Не могу их использовать как доказательство из-за своего секретного задания. И не могу ссылаться на них в споре с Евой Лотарио. Ну вот, началось, тут начали уходить из жизни, умирать многочисленные гердины-избиратели. Галина Петрова уходит в мир иной. И по этому поводу у Герды скорбь на два дня. Ребята, вы знаете, в жизни политиков, которые скорбят по поводу смерти избирателей, целых два дня. А я напоминаю, что это около года жизни. Вернемся к родству сестер Ланграб. Дело в том, что в свое время Шивон Фирс удалось обмануть Малькольма Ланграб в том, что Флери – его родная дочь. На самом деле Малькольм женился на Шивон, когда она уже была беременной. Но ему она сказала, что забеременела от него, и ребенок просто родился недоношенным. Но на самом деле эта девочка была ребенком Серхио Ромео. Все это Нилда поняла, сопоставляя факты и даты из старых регистрационных книг. Она поняла, что только Ева и Шепард были детьми Малькольма, а отнюдь не Флериль. Не устану повторять, что обожаю эту игру именно за то, что она сама создает историю, сама пишет сюжеты. Кармен спустилась к завтраку и увидела сестер в озадаченном состоянии. Они задумчиво чесали голову. Девчонки, а чего пригорюнили? Что случилось? Да ты понимаешь, Кармен, тут Нилда раскопала такие потрясающие факты, говорит Пруденсия. Если бы нам удалось это доказать, то мы бы смогли прищучить Флери и вообще свергнуть ее. Да, даун, даун, свергнуть с должности крестной матери. Ну и в чем проблема? Нужно всего лишь провести тест ДНК, говорит Кармен. Пруди, тебе нужно украсть стаканчик из-под кофе у старухи Флерии, а тебе, Нилда, нужно то же самое сделать с Евой. Ведь вы же с ней коллеги. Слушай, Кармен, ты действительно гениальна, да к тому же ты настоящий разведчик, говорит Нилда. И знаешь, я хотела с тобой поговорить. Да, я понимаю, что ты хочешь заняться ребенком, что ты обещала ей и себе, но поверь мне, поверь. Ты два дня посидишь дома и заскучаешь. Приходи к нам в СРУ. Ты реально сможешь оказать большую помощь, тем более ты поможешь мне провести этот тест. Это дело не одного дня, это сложно. Поможешь мне собрать доказательства. Дело в том, что власть Флери, Ланграап, как крестной матери, в основном зиждется на поддержке Евы Лотарио, поскольку она двойной алмазный агент и имеет огромное влияние в городе и поддерживает Флери. Но если Ева узнает, что во Флери нет ни капли крови Ланграап и что она обманывала ее отца Малькольма, то той ни за что не удержаться в таком почетном ранге. Понимаешь, Кармен, без тебя мне ни за что не справиться с тестом на ДНК. Мне нужны твои медицинские знания, мне нужен твой острый ум, твои исследовательские познания, а главное мне нужно, чтобы ты имела доступ к важным документам с РУ. Поэтому, пожалуйста, приходи к нам в управление. Эта работа тебе точно понравится. Слушай, Нилда, ну это как-то неожиданно. Я еще даже не успела отдохнуть от клиники. Я все-таки должна взять паузу, подумать и мне бы хотелось провести хоть несколько дней с дочерью. Но я обещаю тебе, что я подумаю и помогу, чем смогу. Нужно было наловить рыбы, пока не наступила зима, не замерзли реки и этим занимались Штефан с Пруди. Штефан долго думал, говорить про ДНС или нет, но все-таки решил, что она должна знать. Ты знаешь, Пруди, я вчера был на работе и слышал, что приходил оформлять патент Фокс Манч. Он устроился исполнителем. Пока он был болен, он часто, чтобы заглушить свою депрессию, играл на скрипке и неплохо в этом преуспел. Поэтому решил получить патент и вгонять в депрессию жителей Глазболта тоскливыми звуками скрипки. Тем временем Герда получает карточку шанса, но это карточка не ответственного персонажа, а персонажа, работающего в политике. Герда хочет оставить свой след в госслужбе и она хочет реорганизовать правительство. Ну да, самое время. Но сначала необходимо заручиться поддержкой других членов. Герда может либо умаслить их, либо смошенничать. Но Герда точно будет умасливать, знаю ее характер, знаю, что она такая шутница, проказница, без мыла влезет в душу. Она будет, безусловно, умасливать. Ха-ха-ха. Поддержка общественной цели снижается. Количество потерянных сторонников минус 5. Герда встретила угрюмое сопротивление. Но посмотрите, у нее все еще стоит галочка. Неужели это никак не повлияет? Я думала, что у нее голоса снимут, какая опасная карточка. Но, по-моему, все обошлось без печальных последствий. А в это время Нилда занимается наказанием мафиозной семьи. Это раскалофлекс кверху попой. Потому что Нилда использовала на ней свое фирменное действие шпионское – усыпить. И вот это приводит к таким последствиям. Я отправила Нилду знакомиться и шлифовать свою харизму. Потому что, мне кажется, ей понадобится 10 уровень обаяния. Кстати, Нилда, а почему бы тебе не познакомиться со своей сводной сестрой? Что-то Нилду потянуло к этой женщине какие-то неуловимые токи. Она почувствовала, возможно, ей даже показалось, что есть что-то в этой женщине от крови Виллариаль. Это было какое-то интуитивное чувство шпиона. Слушай, Жаклина, мы с тобой раньше не встречались. Ты мне кого-то очень напоминаешь. Да я не знаю, может быть, мы с тобой встречались здесь, на площадке. Ну да, вы же, когда были девчонками, вы убедились. Дело в том, что Жаклин сама не знает, что она дочь Макса Виллариаля. А сейчас, напомню, она еще и вышла замуж за сына Штефана Осмодея Готов. Поэтому она не только родственница, не узнанная Вентурисом, но еще и соседка и, получается, родственница по Штефану. Пруденсия же, узнав от Штефана, что, упс, теперь исполнитель, поняла, что все на этом, все надежды ее обрываются. Даже не стоит чего-то ждать, потому что исполнитель – это равно фанаты, поклонники, а главное – поклонницы. А раз уж упсу стало лучше, и он все равно не приходит к ней, значит, ловить нечего, значит, он сделал свой выбор. Кстати говоря, Штеф поймал рыбу-скелет. Это настолько редкая рыба, капитан-скелет. А вот интересно, ее можно готовить? Ну, я, наверное, уберу в багаж и оставлю для коллекции. К тому же, упс теперь работает 5 дней в неделю, по вечерам, и значит, то, что он появится, еще более невероятно, чем раньше. И я убирала тут рыбу-скелета в багаж семьи, и поняла, что я неоднократно нарушала правила спортсмена-культуриста. Вот эти вот школьные проекты, не сделанные, нельзя было убирать в багаж. Любые вещи, которые больше, чем одна клеточка, нельзя после того, как они размещены, не только двигать, но и убирать в багаж. Со школьными проектами, конечно, не очень понятно, как быть, потому что, с одной стороны, их нельзя держать в багаже, чтобы не занимать место, но если уж ты их разместил, их нужно было обязательно делать. Просто у нас было настолько много детей и, соответственно, много проектов, что не оставалось места в подвале, поэтому я их убрала, тем самым нарушила правила. Ну, что ж, позор мне и штраф. Дольф вернулся со школы, ну, хоть бы один ребенок пришел на площадку. Где все дети? У нас в городе полно детей. Почему вы не даете выполнить мечту жизни ребенку? Ура! Еще одна карьера закрыта в этой серии. Вышение до руководителя государства. Ну, ладно уж, государство, давай назначим тебя мэром Глазболта. Да, Герда становится мэром Глазболта. Вы, несомненно, сделали что-то правильно, раз получили столько голосов. Или, может быть, вы поцеловали нужного младенца? Да-да-да, наша Герда перецеловала кучу младенцев, обеспечила свободную жизнь множеству матерей с младенцами, поэтому она точно этого заслужила. Итак, что же нам открывает закрытая карьера политик? До того, как Герден вела порядок в правительстве, там процветали коррупция и беспредел властей. Нельзя приглашать кого-то выехать на общественный лот. Нельзя посещать фестивали, давать команды неактивным симам, тем, кто остался на домашнем лоте. Вот это то, в чем мы так нуждались, когда мои симики работали на открытых карьерах. Но я вам уже говорила, когда меняла правила в связи с появлением военных, что запрет на организацию групп все еще остался, и он под юрисдикцией военного спецагента. Однако карьера политика открыла возможность моим симам выезжать на общественный лот всей семьей, то есть симами, которые живут в доме. Но приглашать симов, не живущих в доме, даже если они являются мужьями или женами, все еще нельзя. Также нельзя посещать фестивали. То есть, по сути, мы сейчас открыли возможность выезжать домашними на общественные лоты, когда получим такую возможность, и давать команды неактивным симам. Дольф тут увидел одноклассницу Жизель Рамиш и решил ей пожаловаться. Ты сегодня видела, как я под нос с рыбой уронил в столовой? Это было ужасно, да? Да не парься, Дольф, ничего страшного, совсем не ужасно. Мало ли мы что, роняли. Я вот однажды стакан с компотом вылила на училку. Ничего. А Пруденси, услышав про Упса, как будто с ума сошла. Она впала в такую печаль и думала, как же бессмысленна моя жизнь. Ну что, двигаюсь я по этой карьерной лестнице преступницы. Это такая сомнительная роль, такая сомнительная карьера. Неужели я ничего не оставлю после себя в этом мире? Не оставлю своей кровиночки? Я так хочу ребенка. Она просто как безумная подходила почти к каждому мужчине в городе сегодня и спрашивала, а вы женаты, а у вас есть дети? И все мужчины в глаз болте были захвачены женщинами. У всех были жены и дети. Кстати говоря, я действительно выходила в режим городка. Такое ощущение, что женщин гораздо больше, чем мужчин. Да ладно, Чиз не имеет партнера. Посмотрите, как Пруди обрадовалась. А чем черт не шутит? Чиз так Чиз. У него рыжие волосы и зеленые глаза. Пруди заводила эти знакомства не потому, что ей кто-то нравился, а для того, чтобы унять душевную боль. И у нее действительно были очень утилитарные цели. Пруденция вела себя, как дочь короля из какой-то сказки. Вы видите, какие у нее значки над головой про Буху? Не помню название сказки, но там себе эта дочь дала за рук выйти замуж за первого встречного. Здесь Пруди мечтала о маленьком Бебике и о возможности оставить след на земле. А на этой сказочной ноте прервемся. У нас много приятных событий в этой серии произошло. Спасибо, друзья, что разделили хлопоты. Радости и неудачи с Вентурицами. И мы вас ждем в следующей серии. Всем до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова